97% россиян знают имя первого космонавта Юрия Гагарина, а 91% опрашиваемых в целом соотечественников уверен, что России необходимо принимать участие в освоении космоса. Несмотря на непростые экономические условия, не следует сокращать расходы на космические программы, в том числе и на развитие науки в этой области. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня мы поговорим о космосе, астрономии и не только. Поехали! Мы давно мечтали выполнять наблюдения, будучи вот здесь в Казани, выполнять на телескопе в Турции. Им снизу видно все. Какой вклад у казанских астрономов в мировой науке? Первым, кто сказал, что кубинский космонавт в космос, был Юрий Гагарин. Звездная страна. Почему Куба была так близка Гагарину? У нас у студентов есть хэштег «Идти с этой семьей». 10 лет – полет нормальный. В каком направлении продолжат работать Институт информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ? Мы подумали, а почему бы нам не попробовать применить темнобольную гиперспектуральную микроскопию? Знать врага в лицо. Как казанские ученые научились распознавать крохотные наночастицы микропластика? Главное событие недели, конечно же, день космонавтики. Ровно 60 лет назад старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил впервые в мире орбитальный облет Земли. Так Советский Союз открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Этот полет стал мощнейшим прорывом в освоении космоса и для всей науки. Вклад Татарстана, его ученых, промышленности, людей в этом процессе так же велик, как и представителей других регионов. Иначе нельзя. Космическая отрасль сложная, в ней как в никакой другой. Совместная работа, коллективный разум являются определяющими. Да и космонавты там, в космосе, работают сообща. Вне зависимости, под флагом какой страны они полетели. Но всей этой победе человека в космосе предшествовала астрономия. Казанская астрономическая школа – одна из самых известных в мире. Фамилии Сименова, Лобачевского, Дубяга, Нефедевых хоть раз, но слышали и знают многие. Сейчас на небосклоне науки другие имена, новые достижения и грандиозные задачи. Какие нынче звезды зажигают «Казанские астрономы-ученые» узнала Роза Зарипова. В рамках рейтинга US Open по направлению науки о космосе сейчас мы на 131 месте. Эти позиции с каждым годом укрепляются, рассказывает профессор Ильфан Бекмаев. За звездиться есть чему. 20 далеких квазаров или сверхмассивных черных дыр открыть удаленно удалось астрономам Казанского университета впервые. Дистанционные наблюдения велись из Казанской городской обсерватории при фактическом местонахождении телескопа КФУ в горах Турции. Так удалось сохранить квоту на работу с телескопом. В апреле 2020 года нам удалось стартовать с таким этапом работы дистанционное наблюдение, когда мы физически находились в Казани и с помощью пульта управления дистанционного управляли движением, наведением, работой аппаратуры телескопа, который находится в Турции. Наземный полутораметровый телескоп используется совместно с коллегами из Института космических исследований, Российской академии наук и турецкими учеными. Расположение телескопа в 50 километрах от Анталии не случайно. Там и ясных звездных ночей больше, и облаков меньше. Астрономы Казанского университета для работы с телескопом ездят в Турцию вахтовым методом. Казанскому университету принадлежит 35% времени, то есть третье времени в году, то есть по 10 ночей в год, это квота Казанского университета. Так астрономы Казанского университета в скором времени с помощью телескопа смогут узнать и рассказать, из чего состоят звезды, галактики и квазары. А сейчас казанские ученые-астрофизики принимают участие в международном проекте. В июле 2019 года в космос с космодрома Байконур была запущена российская орбитальная обсерватория с участием Германии «Спектр рентген-гамма». Исторические кадры этого дня из личного архива профессора Ильфана Бекмаева. Ректор ученые Казанского университета и ученые из Института космических исследований РАН около ракеты-носителя «Протон», с помощью которой была запущена космическая рентгеновская обсерватория. Эта обсерватория состоит из двух рентгеновских телескопов. Один телескоп немецкий, произведен в Германии, он называется Е-Разита, а второй телескоп российский, Артекс-С, он произведен в России. И вот эти два телескопа, они как бы работают в разных диапазонах энергии. И немецкий телескоп работает в таком мягком рентгеновском диапазоне, а российский телескоп в жестком. И таким образом они обнаруживают разные объекты. В рамках совместного проекта России и Германии планируется получить детальную рентгеновскую карту неба. С земли помощь окажет Казанский федеральный университет. Телескоп КФУ, находящийся в Турции, обеспечит поддержку обсерваторий оптическими наблюдениями рентгеновских источников. Обсерватория находится на расстоянии в полтора миллиона километров от земли и вращается вокруг Солнца. Есть большая проблема у рентгеновских телескопов. Они, конечно, регистрируют излучение от новых источников, которых не знаю. Но они не могут сказать, классифицировать этот объект. Они не могут сказать, это звезда, близкая к нам. Или это галактика вне нашей галактической системы. Или это очень далекий объект, как квазар. Для рентгеновского аппарата это все равно. И вот здесь наши коллеги из Института космических исследований обращаются к нам, в Казанскому университету за просьбы. Научным руководителем проекта «Спектр рентген-гамма» выступает почетный профессор Казанского университета, академик Российской академии наук Рашид Сюняев. Он же является одним из активных участников установки российско-турецкого телескопа. Для нашего телескопа он приобрел высокочувствительный охлаждаемый детектор ПЗС-матрица. И благодаря вот этим детекторам мы с помощью нашего телескопа такие далекие объекты видим. Особое значение имеют спутники на гео-стационарной армии, период обращения, который в строго равен суткам. Кафедра астрономии и космической геодезии сегодня это две сотни студентов. Около 50 из них это астрономы. Наблюдать за Казанским небом и зажечь свою звезду приехали на учебу из Эквадора Диана и Брайан. Здесь есть очень хорошее образование, уровень очень высокий. И как по сравнению в Эквадоре, там есть тоже очень хорошее университет. Но и здесь мы смотрим, что есть разница, потому что здесь очень важно, фундаментальное изучение. Свою лунную дорогу прокладывает небесный механик Артур Загидулин. Осваивает теорию вращения Луны. Любит горные походы и туризм. Из-за этой романтики решил стать астрономом. Поступил на первый курс и продолжил в аспирантуре. Однако о полете в космос рассказывает не с романтической, а практической точки. Если даже нам удастся туда попасть, это будет очень опасно. И вот дальше МКС, там уже магнитное поле Земли достаточно маленькое. И, соответственно, вся радиация, которая от Солнца, в первую очередь, она будет сильной. И поэтому, в частности, вот этот вопрос, как доставить космонавта и всех остальных, остальной экипаж до Марса, он очень сложный. Тихое, безмолвное небо с мерцающими звездами видим мы, простые обыватели. Астрономы своим зорким взглядом и с практической точки зрения знают, что звездное небо вовсе не спит. Когда Казанский университет входит в тройку лучших вузов России в предметом рейтинги в области образования, ученым из КФУ вовсе не до сна. Роза Зарипова, Андрей Багаудинов, КФУ. Итоги недели. Создание карты видимой вселенной, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. Вот миссия научного космического аппарата «Спектр Рентгенгамма». Один из главных вопросов – как проходила эволюция скопления галактик за время жизни Вселенной. О масштабности и значении международного проекта «Спектр Рентгенгамма» говорил и ректор КФУ Ильшат Гафуров во время открытия необычной фотовыставки первой Гагарина Куба. Экспозиция организована в планетарии Казанского университета на территории Астрономической обсерватории. В этом году планетарию исполняется 10 лет, а сама обсерватория может войти в список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Мы рассказывали об этом неоднократно, но обсерватория – это не просто памятник. Это действующий научный центр, который еще больше расширит свой потенциал. О чем идет речь и как Гагарин связан с Кубой в нашем репортаже. В каждом кадре история, не имеющая срока давности. Вот кубинцы впервые в 1961 году встречают космонавта планеты Юрия Гагарина. Чернобелый ярко передает эмоции от визита. В 1964 году Юрий Гагарин был избран президентом общества советско-кубинской дружбы. За свою жизнь он трижды побывал на острове Дружбы. Первым, кто сказал, что кубинский космонавт в космос, был Юрий Гагарин. И, собственно, выставка в основном посвящена началу такой настоящей кубиной советско-российской кубинской дружбы. Фотовыставка «Первый Гагарин и Куба» – общероссийская и проходит на 130 площадках страны. Фотопроект приурочен к 60-летию первого полета человека в космос и посвящен памяти летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина. Он мог возглавить любое общество дружбы. Его везде встречали, как легенда. Но Юрий Гагарин выбрал именно кубу. Сегодняшнее открытие абсолютно уникальное. Среди этих мест, где проводятся выставки, есть музеи, библиотеки, вузы и даже планетарии. Но нет ни одного планетария, расположена территория действующей астатомической обсерватории. Инициатор Всероссийской фотовыставки – замминистра финансов России Алексей Лавров. Он шестой руководитель ныне уже российского общества дружбы с Кубой. Сам он вырос в Казани, а его родители работали в Казанском университете. Алексей Лавров вручил ректору Ильшату Гафурову памятный знак общества за большой вклад Казанского университета в развитие астрономии, космической науки и российско-кубинской дружбы. Алексей Михайлович сделал все, чтобы вот эта территория возродилась. И этот планетарий был построен благодаря его энтузиазму. Выставка не случайно проходит в планетарии на территории обсерватории имени Василия Энгельгарта. Загородная астрономическая обсерватория и обсерватория во дворе главного здания Казанского университета внесены в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Мы провели буквально 8 апреля конференцию, посвященную вопросам включения обсерватории Казанского федерального университета в список ЮНЕСКО. Присутствовало достаточно большое количество специалистов из разных стран мира, в том числе и госпожа Бокова. Значит, и мы нашли поддержку. В своем выступлении Ильшат Гафуров напомнил об участии ученых-астрофизиков Казанского университета в международном проекте «Спектр Ингенгама» и, конечно, о роли значимости Казанской астрономической школы в истории изучения космоса. Очень много было учеными университета в разные годы сделано для изучения в целом и ближнего, и дальнего космоса. Особенно много работ было посвящено изучению Луны. И большое количество кратеров до 20 названо именами ученых Казанского университета, две кометы, восемь малых планет. Этот год поистине звездный для Казанского университета. Вокруг магия цифр. В 2021 году, 21 сентября, 120 лет отметит Загородная астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгарта. К этому памятному дню впервые в истории Казанского университета планируют учредить премию или медаль имени двух ученых – Василия Энгельгарта и Дмитрия Дубяга. Задумка такая, что поскольку вот это был уникальный проект, проект, который был основан на научном интересе, на дружбе двух великих людей, подумать о премии или медали имени этих двух людей. И предположительно, предположительно, премия или медаль будут присуждаться в области астрономии, астрофизики, космических технологий двум персонам. Одна персона – это ученый, который сделал какое-либо открытие или внес какой-то значительный вклад, а вторая персона – это меценат, который помог этому ученому сделать такое открытие. А вот за самим планетарием планируют открыть гостиничный комплекс и столовую. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке. Сзади планетария, вы видите, строится корпус, где будут проводиться и занятия, и разные мероприятия. И здесь же будет центр переподготовки учительских кадров, которые будут преподавать часть астрономии в курсе средней школы. Это даст возможность студентам-практикантам приезжать из Казани и оставаться на ночь на территории обсерватории. Так было заведено в студенческие времена Юрия Нефедева. Сейчас практика у нас здесь тоже проходит, но студенты вынуждены приезжать из Казани. Это самая большая практика в Казанском федеральном университете. В ней участвуют более 400 студентов за лето. Поэтому приходится их, разумеется, на группы делить. Но, тем не менее, когда будет вот такой вот здесь кластер, то, разумеется, их практика будет проходить так, как положено. О планах и подготовке к предстоящему дню рождения загородной обсерватории поделился и ее директор. Кроме гостиничного комплекса, ведутся работы по созданию учебного центра. Здесь же неподалеку от обсерватории планируется создать восьмой карбоновый полигон в России. Во время нашей съемки беспилотный летательный аппарат фиксировал территорию обсерваторию с неба. Здесь планируется сделать крупный такой выставочный, учебный центр. Он уже тоже построен. И, видимо, в ближайшее время закончатся отделочные работы. Ежегодно около 12 тысяч человек посещают астрономическую обсерваторию имени Василия Энгельгарта. Для школьников проводят захватывающие экскурсии с молниями, ночными грозами. Учеников постарше привлекают к выставке собственных творческих работ. Рисунки и поделки сделаны участниками Международной школы конференции «Космическая наука». Фотовыставку «Первый Гагарин и Куба» и другие выставки, экскурсии по планетарию доступны каждому в астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Радик Загидулин, Роза Зарипова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Космические пространства бороздить без электроники и IT-специалистов сейчас невозможно. IT-технологии во всех сферах жизни. Эта отрасль развивается с неимоверной скоростью. И тем сильнее ощущается кадровый дефицит по-настоящему хороших специалистов. По наитию работать с электроникой сейчас не то время. Необходимо хорошее и качественное образование. 10 лет с момента образования отметил Институт информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Когда-то он появился не только благодаря усилиям университета, хотя научная база была достойной факультет ВМК. В образовании института принимали участие представители крупнейших IT-компаний и Министерства цифрового развития республики. О том, каким результатом пришел институт в свой первый юбилей. И что ему еще предстоит, мы поговорим с его директором Михаилом Абрамским. Здравствуйте, Михаил Михайлович. День добрый. Недавно Институт информационных технологий и интеллектуальных систем отметил свое десятилетие. С какими результатами он подошел к этому первому серьезному юбилею? Ну, начнем с того, что мы увеличились где-то раз в 40 по количеству обучающихся. То, что первых поступивших было около где-то 40 человек. Вот. Да, не в 40 раз получается, а в 30. Вот. Сейчас у нас около 1200 студентов. Вот. Была одна программа образовательная. В принципе, в бакалавриате так и осталось. Но зато у нас теперь есть 4 магистрские программы. Вот. Наши выпускники, они признаются компаниями, нас знают. Нам очень приятно, что когда компании говорят, что к ним приходит на собеседование наш студент, ИТИС, КФУ, то они говорят, отлично, вот. Уже немножко, может, другое отношение, потому что они знают, что ждать от таких студентов-выпускников. Наверное, все-таки хочется сказать, что кроме результатов каких-то количественных, у нас есть высокая планка качества, и заодно, в принципе, все еще атмосфера маленького факультета из 40 студентов, потому что все равно вот даже у нас, у студентов есть хэштег ИТИС – это семья. И ИТИС – это ты. Как за 10 лет изменился подход ИТ-компании к подготовке студентов? Как, может быть, изменилась работа? Может быть, она стала более тесной? Ведь не секрет, что в России сейчас большой дефицит кадров в этой отрасли. Ну, на самом деле, можно сказать, что все компании дозрели за это время, что им нужно как-то, но все зависит от компании. Есть те компании, которые готовы вкладываться и приходить в образовательную организацию, а есть те, которые, в принципе, ждут, что к ним, ну, они перекупают. То есть есть разные подходы. В плане подготовки, конечно, нам очень радостно, что ряд, целый ряд компаний Казани, Татарстана, наши партнеры, они приходят в университет, становятся преподавателями и, собственно, ведут студентов даже со второго курса уже начинают, то есть по факту, готовя себе будущих коллег. Вот, ну и, собственно, вместе вот в такой синергии университета и компаний получаются такие вот выпускники. Вот в спорте есть такое выражение синдром первого сезона, ну, когда спортсмен первый сезон показывает себя отлично, а второй сезон для него становится более тяжелым. Так вот, будущие 10 лет, как планируют развиваться? Вы абсолютно правильно заметили, потому что, на самом деле, мы вот поскольку расширялись, росли, сейчас есть некоторая не болезнь роста, но, скорее, задача именно устойчивого развития, да, чтобы быстрые результаты были достигнуты, но хотелось бы сделать их более устойчивыми, поэтому сейчас мы очень времени много вкладываем в процессы, в их выстраивание, да, и взаимодействие, собственно, с компаниями, как мы в университете тоже работаем, потому что у нас, например, есть специфика, у нас, например, очень большая ротация кадров, то есть у меня, например, такого нет ни в одном институте КФУ, что, когда заканчивается учебный год, много приводят, говорят, ну, все, спасибо за опыт, мы пойдем, то есть им нужно новых привлекать людей, у нас много выпускников приходит, преподает, и вот, собственно, так, чтобы эти, вот эта вот изменчивость стала частью процесса, это, конечно, большая задача, ну, и в целом, конечно, надо быть видимыми, потому что, несмотря на то, что вот мы говорим, что мы известны там в Казани, в Татарстане, да, в целом, вот мы только в этом году Казанский университет вошел в предметные рейтинги, Times Higher Education, QS, конечно, там надо себя больше показывать, чтобы быть видными еще миру, вот. В этом году в ITIS появятся новые магистрские программы, расскажите о них подробнее, что они себе будут представлять? На самом деле, основная магистрская программа, прям очень новая, она одна, это магистратура по искусственному интеллекту, которую мы назвали «Свободный искусственный интеллект», по-английски «liberal AI». И здесь мы немножко поигрались с таким термином «liberal arts», то есть «свободные ноги искусства». «Liberal arts» — это общегуманитарное образование, то есть не историк, не философ, не другой представитель гуманитарной, а в целом гуманитарное образование. Нам хотелось бы выпускать такого же специалиста по искусственному интеллекту, то есть у нас в институте и в университете в целом есть очень много разных компетенций по технологиям искусственного интеллекта, и мы хотим, чтобы к нам условно приходил сотрудник IT-сферы в целом, или выпускник технической специальности, хотя не только мы, мы вообще рады всем, и он выходил именно образованным с точки зрения искусственного интеллекта, то есть он мог понимать, как ставить задачи, какие технологии выбирать, какие надо отбрасывать, то есть он должен быть именно что образован, поэтому мы эту программу открываем. Еще у нас просто одна программа, она претерпевает изменения, у нас была магистратура разработка программы информационной системы, это основная наша магистратура, с ней все остается, просто она переименовывается, она будет называться «Аналитика управления разработкой», и еще в ней будет профиль в финтех. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. Революционную технологию распознавания мельчайших частиц микропластика применили ученые-исследователи Казанского университета. Для того, чтобы понимать механизмы токсичности микропластика и его воздействия на окружающую среду, необходимо научиться выявлять мельчайшие полимерные частицы. Говорить о вреде пластмассы для экологии и здоровья человека не будем, это известно. Но как бороться с отходами, а главное выявлять, распознавать и узнавать их концентрацию в биообъектах, если полимеры представлены лишь крохотными частицами? Над этим сейчас работают казанские ученые. Какой метод они применяют, и почему даже электронные и оптические микроскопы не могут помочь в распознавании крохотных наночастиц? Расспросила Айгуль Гараева. Одежда, мебель, посуда. Пластик прочно вошел в нашу жизнь. Материал этот не разлагается. Он устойчив и постепенно распадается на все более мелкие частицы, которые попадают в окружающую среду. Под воздействием внешних факторов пластика измельчается и приводит к появлению микропластика. Это частица размером менее 5 мм. И нано-пластик – это частица размером менее 1 мкм. Чтобы изучить степень вреда микропластика, нужно понимать, где он накапливается, в каких органах или тканях. Не просто увидеть, но и определить точный химический состав полимера. Существующие два метода – инфракрасная микроскопия и рамановская спектроскопия комбинационного растения – позволяют изучить только довольно крупные частицы размером до 10 мкм. Мы подумали, а почему бы нам не попробовать применить темнопольную гиперспектуральную микроскопию, у которой предел обнаружения частиц до 5 нанометров. Ее особенность заключается в том, что мы освещаем образец не напрямую, а с боков. И самое важное – мы можем снять спектр этой частицы, спектр ее отражения в видимой области. Применив данный метод, ученые Казанского университета первыми в мире осуществили прямую визуализацию наноразмерных до 100 нанометров частиц пластика в живых организмах. Ну, конечно, это должен быть маленький организм. А с крупными человека так не получится посмотреть. У человека нужно брать биопсию. Но с микроскопическими организмами, которые можно положить под микроскоп, это простейшие, многие черви, ракообразные, личинки насекомых, много всяких организмов. Все эти организмы являются так называемыми индикаторными организмами. В ходе исследований ученые смогли детектировать мельчайшие частицы. Метод темнопольной гиперспектральной микроскопии позволяет в смеси из нескольких видов пластика различить, сколько чего присутствует, определить объем и концентрацию компонентов. Мы работали с тремя типами полимера, вернее, три типа полимера, плюс один из них был пигментированный, то есть в общей сложности шесть разных видов. Интересно посмотреть, как эта методика будет работать с частицами природного происхождения, потому что у них совершенно другой разброс размеров и форм. Мне очень любопытно взять какие-нибудь образцы из Болги, допустим, и посмотреть, какая ситуация там. В планах ученых Института фундаментальной медицины и биологии изучить спектральные характеристики наиболее популярных пластмасс с целью создания своего рода банка данных для сравнения с природными образцами. Уберечься от полимеров пока невозможно. Главная задача – изучить пластик. И исследователям Казанского университета удалось подобраться к нему максимально близко. Айгуль Гараева, Булат Садыков, КФУ, итоги недели. Как находят забытые имена и почему память о войне вечно, об этом чуть позже, также далее в программе. Было создано фактически подразделение, целиком ориентированное на работу на рынке IT-услуг. Кадры для технологического прорыва. Какие гранты помогут взрастить талантливых инженеров? На первой странице мы можем прочитать как раз собрание фамильных гербов. Сто лет спустя. Как потерялась и нашлась уникальная книга из коллекции князя Потемкина. Узнать о строении солнечной системы на нашем ближнем космосе смогли слушатели лекции блогера и журналиста Виталия Егорова. Лекция прошла в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Формат научно-популярной беседы сейчас весьма развит. Это один из способов рассказать о достижениях ученых. Что интересно, зачастую популизаторами науки становятся журналисты, писатели, блогеры. Вспомним хотя бы Айзека Азимова. Популярный американский писатель-фантаст известен и как популизатор науки в самых разных областях. От астрономии и генетики до истории и литературоведения. Сам был, между прочим, биохимиком. А его термины из произведений и робототехника позитронной прочно вошли и в технический научный язык. КФУ проводит большое количество открытых лекций и мероприятий для того, чтобы большее количество людей узнавали об открытиях в мировой и российской науке. Какие еще события произошли на этой неделе в университете в нашем дайджесте? Высшая школа ИТИС и грантовая программа Республики могут стать примером для развития подготовки инженерных кадров других университетов страны. Об обыдке Казанского федерального рассказал проректор Дмитрий Таюрский на Совете ректоров вузов Поволжского федерального округа. Он прошел в онлайн формате. Главная тема – подготовка разработчиков для технологического прорыва. Напомним, сейчас в КФУ правительство Татарстана выделяет гранты талантливым первокурсникам ИТИС, которые покрывают расходы обучения. Вот это такой кейс Казанского университета, когда с нуля было создано фактически подразделение, целиком ориентированное на работу на рынке IT-услуг, IT-сферы, разработчиков. И сегодня этот институт в полной мере оправдал себя. Преподаватели, учителя, инженеры и научные сотрудники. На этой неделе они в КФУ получили дипломы кандидатов и докторов наук. Их вручил проректор по научной деятельности Данис Нургалеев. Всего новые степени получили 12 специалистов. Есть ассоциационная комиссия по гуманитарному и естественно научному направлению, которая очень строго отбирает вот эти диссертации, оценивает их. И потом уже мы на Большом ученом совете университета открытым голосованием обсуждаем и утверждаем все эти диссертационные работы. Создать общий центр управления, обмен опытом и сверить положение университетских комиссий. О том, как противодействовать коррупции и вырабатывать нетерпимость к ней, шла речь на совещании в Казанском университете. Своим опытом поделились вузы из СУЗа республики. В качестве примера профилактики коррупции здесь рассказали о создании студентами Института социально-философских наук и массовых коммуникаций специального медиаконтента для соцсетей. На сегодняшний день учились 17 постов с общим атаком более 3000 человек. Казанский университет на этой неделе принял делегацию посольств Кении, Уганды и Зимбабве. Гостям представили историю и современные возможности КФУ. Сейчас в УЗИ реализуется дорожная карта по развитию сотрудничества со странами Африки. В рамках нее запланированы международный форум, тематическая выставка и фестивали студентов. Образование – это фундамент развития. Мы всегда ищем возможности, чтобы за границей училось больше наших студентов. Сейчас здесь только два студента из Кении. Основываясь на том, что мы увидели, надеемся привлечь больше студентов и тем самым способствовать экономическому развитию нашей страны. В КФУ полным ходом продолжается вакцинация. За заветной прививкой от коронавируса в день приходит почти по 100 человек. Всего с начала кампании специалисты униклиники привили более 4000 человек. Это студенты, сотрудники университета, других вузов и обычные казанцы – пациенты клиники. Через 21 день, когда мы его вакцинируем, на следующий день также появляется дневник и сертификат с QR-кодом гособразца. 53,6% мирового населения пользуются социальными сетями. Отметим, на начало года численность населения в мире составила 7,83 миллиарда человек. Из них почти 67% пользуются мобильными устройствами и возможностью выхода в интернет. Таковы данные ежегодного отчета проекта Global Digital. По подсчетам прошлого года, каждую секунду в социальных сетях создавали свои аккаунты 15 пользователей. При этом рядовой пользователь соцсетей проводит на этих платформах 2 часа 25 минут каждый день. Россияне даже больше на 3 минуты. Теперь понятно. Влияние социальных сетей на жизнь людей как в обычном случае, так и в политическом, экономическом ее значении. А главной новости недели, которая обсуждалась в интернете и соцсетях, расскажет в своей рубрике Леонид Толчинский. И вновь с вами «Смотрите сами». Полагаю, что какое бы событие недели из обсуждаемых в социальных сетях на планете мы сегодня не выбрали, однозначно для думающей части населения главным стал приступ мировой деменции в мировой политике, приведшей к резкому обострению отношений двух сверхдержав – США и России. Напомню, что деменция – это такое приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний, практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости, деменция – это распад психических функций. Именно распад. Так вот, отношения сверхдержав распадаться начали довольно давно. Но до степени почти клинической они дошли в эти дни. Возраст для американского лидера тому виной, обострение ли борьбы внутри американских элит. Тут остается гадать политологам и специалистам всех мастей. Но результат пока угрожающий. И самое удивительное, что очень противоречивый. Вот, например, утром вводятся санкции против России, а вечером в том же Белом доме его хозяин, среди прочих слов, говорит о России как о сверхдержаве, с которой надо провести деэскалацию отношений. Обратите внимание, не о разорванной в клочья экономики России и стране-бензоколонке, говорил Байден, а именно так нас называл его бывший шеф Обама. Байден говорит о России как о сверхдержаве. И одновременно совершаются шаги, разрушающие отношения с этой самой сверхдержавой. Ну что это, если не распад? И спровоцирован он в мозгах неких политиков. Не буду даже стараться повторить что-то из бесконечного потока комментариев по поводу Димаша американцев и их сателлитов, типа Британии или Польши. На мой взгляд, в миропорядке, который нас сопровождал почти 75 лет, наступает момент перехода через красную черту. Устоявшийся порядок разрушен. И вот уже суверенные долги целых государств берутся в заложники. На грани разрушения единой платежной системы. Растут криптовалюты. Повсеместно попраны сложившиеся десятилетиями правила мировой торговли. Право. Нет ни одной сферы мировых взаимоотношений, куда бы ни вошла политическая деменция. Но кто мог подумать пару лет назад, что, скажем, спорт станет частью политических разборок. А ведь спортивная сверхдержава Россия сегодня осталась на мировых подмостках и без флага, и без гимна. Здесь нет здравого смысла, потому что это деменция, это слабоумие. И мир свыкается с этим легко. Рушится миропорядок, а вместе с ним и мировой жандарм. Это означает, что в новом мире надо не быть готовыми, а начинать играть уже по своим правилам. Ибо иных правил уже и нет, и некий мировой хозяин их установить стабильно не в состоянии. И в этой цепочке нельзя не вспомнить, сколь тесно, например, на правилах западного мира завязано сегодня наше образование. Об этом пока не говорят в социальных сетях. Но нельзя забывать, мы часть баллонского процесса. Мы в KPI молимся на скопусы и на рейтинги западных агентств. Но все это принадлежит тем, кто в любую секунду готов отключить нас от SWIFT, от своих цифровых сервисов. Где гарантия, что это не перекинется в одночасье и на образование. Тем, кто в это не верит, еще раз напомню про спорт. К слову, большинство мировых федераций спорта и Международный Олимпийский комитет расположены в Европе, даже не в США. И что? Ну и скопус принадлежит голландской Эль-Севье. Баллонский процесс регулирует Европейская комиссия. Как поведут они себя завтра, если деэскалация не состоится? Как поведет себя Майкрософт? Как повел себя Zoom, мы уже обсуждали с вами в прошлой программе. О чем я хочу сказать? О том, что брошенные вызовы и фактически распад мировой политики не смогут не затронуть такую стратегическую сферу, как образование. И очень скоро мы можем стать свидетелями строительства некой новой конструкции оценивания мировых знаний и научных практик. Тем более, что прежняя конструкция на примере того же поиска спасения от ковида показала не совсем себя эффективно. Отсутствующая в топах Россия имеет сегодня три вакцины, среди покупателей которых есть представители всех континентов. Речь что только кроме Австралии. А сверхтоповые производители AstraZeneca падают в обморок на пресс-конференциях, где европейские же страны объявляют об отказе от этой вакцины. Это видео, кстати, обошло все социальные сети мира на минувшей неделе. Интересные события, скажу я вам, начинаются на планете. Не мы это начали, правда, но нам искать новые решения. И минувшая неделя об этом просто прокричала. Всего вам доброго. По всей стране, в том числе и в Татарстане, стартовали вахты памяти. Память о погибших солдатах – это не только возложение цветов или дежурство у воинских захоронений, что, конечно же, тоже очень важно. Но и восстановление имен участников боевых сражений, своего рода возвращение солдата в его семью. Именно вахты памяти становятся отправной точкой для начала поисковых экспедиций. Казанский университет богат не только своей историей. Многие преподаватели, студенты в годы войны, как и все, сражались с врагом. Вернувшиеся чтили память погибших товарищей. Появилось поисковое движение, которое подхватили уже следующие поколения студентов и педагогов. Сейчас снежный десант Казанского университета – один из известных в России поисковых отрядов. С его руководителем Айратом Фатыховым поговорил мой коллега Леонид Толчинский. Здравствуйте, Айрат Мунирович. И прежде всего, для молодого поколения, что называется, для тех, кто совсем молод, поясните, почему поисковые отряды называются снежными десантами? И чем конкретно занимаются участники десанта во время поисковых экспедиций? Студенты Казанского государственного университета отправлялись в походы по местам боевой, агитационной, революционной славы местам. Отправлялись в феврале на лыжах. Соответственно, и название «Снежный десант» так и появилось. Что сегодня приходит в ряды снежного десанта? Приходят ребята совершенно разных институтов, разные ребята, и не только с нашего университета, и взрослые ребята, которые работают, тоже приходят. Основной, наверное, интерес к истории Великой Отечественной войны. Есть какая-то внутренняя специализация, что называется? Кто-то в экспедициях работает, кто-то больше в архивной деятельности пригодится. Опять же, все зависит от возможностей ребят, от их направленности, для кого-то больше интересны военно-исторические реконструкции, кто-то занимается архивным поиском, у кого-то нет возможности покинуть дом на две недели, жить в палатках, и он помогает с подготовкой снаряжения, с какой-то домашней работой. Сколько экспедиций за плечами ваших коллег, вот ваше личное количество экспедиций пройденных, что наиболее ценного, с вашей точки зрения, вы вынесли, ваши друзья, коллеги? Я в свое время, после, наверное, 15-й экспедиции перестал считать количество. Вот, ну, это уже стало не очень интересным. Вот, вообще, наверное, за деятельность отряда самого, ну, у нас более 30 экспедиций уже было совершено. Что ценного можно отметить? Ну, конечно, это сотни захороненных бойцов. Это та ситуация, когда бойцам отдали последние воинские почести, вот, с достоинством их похоронили. Это с десяток установленных имен, и эта информация дошла до родственников. Но все-таки что-то такое есть, когда вот в ходе экспедиции произошло, и вы сказали, вот все, вот так резануло сердце, это всегда будет со мной. Для меня это третья была экспедиция, и мной был обнаружен боец, у него был подписной нож перочинный с инициалами ГСА. Боец был офицером, с ним находился бинокль, наган, вот, и был обнаружен медальон, то есть капсула, в которой должна была сохраниться записка, в которой содержались сведения как раз о нем самом. И когда этот медальон вскрывали, то есть раскручивали капсулу, к сожалению, там оказались перья от перьевой ручки, то есть самой бумажки там не оказалось. С одной стороны, было очень досадно и обидно, что этот боец так и останется ГСА, и родственники не узнают его судьбу. С другой стороны, это послужило своеобразным толчком, что тогда, если с ГСА не получилось, тогда нужно возвращаться сюда снова и снова, искать других, и, возможно, с ними получится. Куда вы собираетесь сейчас отправиться, какие планы, и чем сейчас занимается наш снежный десант? Это поисковая экспедиция в Ленинградскую область, Точнинский район, под город Любань. Там были ожесточенные бои, начиная с 1942 по 1944 года. Нас интересует Смердынская операция, это февраль 1943 года. Мы работаем там уже традиционно, то есть выезжаем туда каждую весну. В дальнейшем у нас планируется в июле-августе экспедиция под город Волгоград, и в сентябре мы вновь возвращаемся в Любань. Спасибо вам и удачи в вашем благородном деле. Спасибо большое. Потеря длиною в сто лет. Именно такую судьбу пережил уникальный рукописный памятник – гербовник Анисима Князева. Этот гербовник – самый ранний в российской геральдике сборник. Составленный русским геральдистом, он более двух веков хранится в Казанском университете. В Казань гербовник попал благодаря библиотеке Потемкина, часть которой составляет фонд раритетов, хранящихся в отделе рукописных и редких книг. Кстати, книга и еще более 40 других экземпляров из фонда Казанского университета полтора года назад стали экспонатами в Эрмитаже Санкт-Петербурга на масштабной выставке, посвященной 280-летию князя Потемкина Таврического. Илья Андреев об уникальной рукописи и ее истории. В декабре 1786 года русский геральдист Князев преподносит дар императрице Екатерине II собрание фамильных гербов. Рукопись совсем скоро попадает в библиотеку князя Потемкина. В 1798 году ее передают в Казанскую гимназию, а затем в Казанский университет. Почти 100 лет рукопись лежала в забвении. В 1882 году о ней сообщил Артемьев в работе о писании рукописей, хранившейся в библиотеке императорского Казанского университета, охарактеризовав гербовник как одну из замечательнейших рукописей Казанского университета. Из футляра, который состоит из бескислотного картона, мы достаем гербовника Анисима Князева. Нужно сказать, что автором он был преподнесен Екатерине II императрице. Он был в библиотеке князя Потемкина, и после этого он уже попал в библиотеку Казанского университета. Мы приоткрываем. Здесь можно обратить на золотое оформление. Начинаем с вами. Открываем. И на первой странице мы можем прочитать как раз собрание фамильных гербов Российской империи. Князев по принадлежности выделял три вида гербов. Индивидуальные, семейные, родовые. Наряду с мужскими именами в труде зафиксировано 25 печатей, которыми владели женщины. И пять брачных гербов, щиты мужа и жены. Перед нами один из самых значимых источников по российской генеалогии Геральдики. В тех случаях сведения о 377 дворянских родах и принадлежавших им 527 изображениях их гербов. Как известно, по поручению императрицы данному князеву в 1776 году он делал выписки в Московском разрядном архиве о дворянах, дворянских службах и доказательствах на дворянство. А также составлял алфавитный реестр всех хранившихся в архиве дворянских родословных с объяснением происхождения родов. Результатом этой работы стала рукопись «Выбор и законов о дворянстве». Очевидно, составление гербовника также можно считать результатом работы князева в разрядном архиве. В предисловии посвящения гербовнику он определяет место гербов среди дворянских преимуществ. Они являются очевидными знаками заслуг каждого дворянского рода перед государем и отечеством. Как говорил немецкий писатель Генрих Манн, дом без книг, как комната без окон. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Булат Садыков. Итоги недели. Мы завершаем программу словами Юрия Гагарина. Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях. Будьте первыми и открывайте для себя новые горизонты и возможности. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова